Финансовую аферу Елена угодила перед самым Новым годом. Беды ничто не предвещало. Сама с финансовым образованием она тщательно изучила все документы, прежде чем поставить свою подпись на бумагах. Банки откладывали на следующий год, а мне нужно было к Новому году. Поэтому я увидела рекламу в газете и обратилась в эту компанию. Небольшие проценты. Когда я пришла, я попросила, чтобы показали лицензию. Прежде чем уже решить, что я буду здесь брать кредит, я посмотрела все документы. Мне показали. И, скажем, сомнений таких особо у меня не возникло. Деньги 20 тысяч гривен ей нужны были на развитие бизнеса. Хотела закупить товар перед праздниками. По договору шло как сопровождение для получения данной суммы. То есть, как объяснялось, это страховая сумма. То есть, для того, чтобы получить эту сумму, они должны подстраховаться. Что просили, а это около трех тысяч гривен, Елена оплатила. Правда, взамен ни перед, ни после Нового года так ничего и не получила. А сейчас и вовсе концов не найти. Еще недавно в этом здании размещался торговый дом «Атлант». Несколько дней назад они съехали, ничего не сказав своим клиентам и не оставив никаких обратных данных. Лишь однажды пострадавшая столкнулась с несостоявшимися кредиторами. Они появились здесь, чтобы соврать вещи. После их след простыл. Уже был полупустой офис и люди очень поспешно съезжали с офиса. Я попыталась фотографировать, попыталась милицию вызвать. Потому что мошенничество явное. Таких, как Елена, попавшихся на финансовый крючок, мягко говоря, недобросовестных организаций, только в нашем городе десятки, если не сотни. Хотелось бы, чтобы люди, кто с этим столкнулся, тоже могли не отчаиваться и обратиться. Сама она уже обратилась к адвокату и подготовила заявление в милицию и прокуратуру.